Друзья мои, всем приветики, всех приветствую! Хочу я, девочки, сварить варенье. У нас поспела вот такая вот слива алыча. Муж со свекровью ездили на сады и рвали её такую. Ну, прозелень, можно сказать. Вот она у меня поспела, такая хорошенькая, вкусненькая, сладенькая. Не знаю, взяла маленький тазичек, хочу что-то я сварить вареньице. А косточки выбирать не хочется. У меня уже, девочки, варится компот с яблок. Немножко вот ещё тоже добавлю сливы, будет получаться компот с яблочно-алычёвый, сливовый. Пишите, девочки, надо убирать вот эти косточки или нет? Мы вот сейчас со свекровью разговаривали, она говорит, да что убирать вроде. Вроде и не надо, варить с костями. И не убирать как-то их муторно. Не знаю, что делать. Я говорю, немножко сварю. Небольшой тазичек, тут баночек, наверное, 4-5 выходит, полулитровых, с этого тазичка варенья. Ну, так чисто поесть. Может, оладушки какие-нибудь постряпаю с оладушками. Морсик сделаю. Ну, так вот, в общем, что-то мне захотелось. Сейчас вот тазик наложу, накладу и вареницы сварю. Так что, такие у меня дела, девочки. Я уже утром болталку вам выложила с утра. Так, сейчас еще банки с огурцами перевернуть надо. Покажу вам. Огурчики мои, девочки. Четыре баночки, которые я позавчера солила. Они у меня простояли, их переворачиваю. Вот. Сейчас я их уберу. Такие замечательные огурчики. На ТикТоке девочки написали. А, получается, я огурцы собрала, и они у меня два дня простояли, в общем, в ведре. Кто-то их замачивает на несколько часов, некоторые даже на ночь замачивают. Ну, в общем, каждый делает по-разному. Каждый любит разные по размеру огурцы. Я люблю вот такие огурцы. Покрупнее. Уже миллион раз говорила. Уже миллион раз сказала, девочки. Вот уже пишут и пишут со своими огурцами. Собирайте вы свои корнишоны. Вот, ну, вы любите. Я люблю вот такие вот замечательные, красивые, вкусные огурчики. Ну, как люблю, девочки. Вот я вчера, в общем, что вчера? Ну, мы вчера хватились, у нас банок трёхлитровых вообще нет. Всё. Кончились банки. Больше ста банок, и куда-то все банки исчезли. Я говорю, мне надо солить, делать огурцы, сорти, что-то помидоры наспевают, наспеют. Ну, может, конечно, мы их съедаем, но они будут ещё помидоры. Сегодня надо зелень, наверное, зелёные помидоры собрать. Ой, потому что у нас вчера, девочки, град был, дождь был ужасно сильный. И надо было ещё собрать до этого на улице. Вот. Я не собрала. Надо собирать. Потому что в ящиках, вот кто-то пишет, зачем вы зелёные собираете? Каждый делает по-разному. Кто-то их там до осени, в общем, не собирает. Они у них висят, зреют теплицы. У нас в теплице помидоры в этом году не поспевает. Вот они там висят, я уже говорила, первый ряд я сняла помидор, да, вот они стоят. Мы уже их подъедали, едим. Там он уже полно розовых, они очень быстро краснеют. На кустах они всё ещё зелёные висят. Ничего они не поспевают. Так что мне их нужно собрать. Чем больше соберёшь зелёных, тем больше будет урожай. Я их собрала, получается, пошёл новый нарост. Так что больше помидорок нарастёт. Так, ну что, девочки, засыпаю я вот так вот прям с косточками. Не знаю, я вспоминаю, что это вредно вроде с костями. Но вичнёвое варенье я тут тоже вот с косточками варила. Первое варенье сварила без косточек. Оно получилось и гуще, и как лучше. Но кто-то любит с косточками, да. И я второй, в общем, повторно, когда варила, мне не захотелось... Не захотелось мне, в общем, кости выбирать. Я сварила с костями. Ну, варенье, конечно, получилось пожирнее. Ну, такое же вкусное. Так что я вот сейчас вот так вот всё это перемешаю. Оно у меня постоит. Я сварю вареницы. Надо будет банки убрать. У меня вот сварился компот вкуснейший. Сварила рисовую кашу. Время без 10-8 утра. Вот встанешь рано, да, и много дел успеешь переделать. Сейчас вот развешивала бельё, снимала видео. Снова бельё отстирала. Сейчас вот это сделаю. Пойду бельё развешивать. Так что, такие дела, девочки, с утра. А потом, пока Матвейка спит, схожу вон огурцы пособираю. Туда-сюда. В общем, куча разных мелочных дел, которые делаются каждодневно и которые не видно. Так что, работы дома хватает. Ну вот, завтрак я сварила, капотик сделала. Ещё надо на обед что-то будет придумать. Ну, у нас есть что покушать. Так что, видно будет, в общем. Пришла я, девочки, в теплицу. Решила я собрать вначале помидоры. Помидоры, 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 овощи. На улице, говорю, не буду пока собирать сыра. Ужасно прям вообще. Хорошо вчера наполивала. Помидорки зелёненькие. Ой, помидоры. Немножко жёлтые. Созревает. Ну вот, жёлтые, вот четыре помидорки. Они жёлтые, они немножко поспели. Немножко поспели. Ну, спелые вроде. А остальные, остальные зелень висит. Вот они висят, висят и висят. Чё им висеть? Сейчас вот я их соберу. Эти все помидоры крупные. И всё. И будут снова нарастать. Другие помидоры. Замечательные помидоры. Дай бог. Соберём урожай. Так что, каждый делает по-разному. Кто как. Кто-то собирает, кто-то не собирает. У кого-то на корню спеют. Кто на юге живёт, конечно, у них там всё поспевает. Море всего. А у нас тут ночами холодрыга. Но сегодня не скажу, что холодно было. Потому что мы спали с открытыми дверями. Но у нас опять же газ был включен на однёрке. Утром я мужу сказала выключить газ. С газом, девочки. Лето на дворе. Так что. И к утру, конечно, было прохладно. Я говорю, закрывай двери. Двери в беседку были открыты. Вот. И мы немножко подзамёрзли. У мужа даже нос заложило. Но он человек теплолюбивый. Я люблю немножко прохладу. Он замёрз. Он мне говорит, не надо газ выключать. Я говорю, выключай. Сегодня день разыграется. Хороший будет. Так что не надо нам. Тем более у меня варится с утра. Каша варилась. Компот варился. Вода грелась с утра. В общем, газ плита работает. Все четыре комфорки, можно сказать. Так что. Так что, девочки. Вот так. Такое лето у нас, да? Можно сказать. Вроде как и лето было. И моментально пролетает. Всё, август. Последний месяц. Последний месяц, девочки, летний. Всё. Там начнётся школа. Ой. У нас ещё цена не куплена. Ну, мы сено обычно в сентябре покупаем. Потому что мы его покупаем. Мы его сами не косим. Так что. Так что вот так. Так, ладно. Буду собирать помидорки. Хватит болтать. Собрала, девочки, урожай. Собрала вот помидорки. Три помидорки всего вот. Красненьких. Там где-то же жёлтые ещё на дне. Ведро огурцов насобирала. Сразу сорвала укропные корзинки. Тут немножко перчиков. Ну, перчики вроде побольше пошли. Получше. Кто-то мне советовал, девочки, обрывать. В общем, зелень. Что они у меня жиреют. Ну, я, конечно, ещё... Ну, так хожу. Вот чуть-чуть зайду вроде немножко сорвать. И обрываю. Сейчас вот тоже пообрывала. Но надо капитально заниматься, конечно. Ой. У меня там варенье варится. Урожай собран. Вот ящик собрала вот с крайних кустов, можно сказать. Ещё надо туда дальше идти в дебри. Тот ряд вообще вот только два куста обсобирала. Так что ещё собирать и собирать надо, конечно. Ну, вот сколько смогла. Сколько успела пока. Потому что варенье варится. Надо там другие дела делать. Надо это всё перемыть. Заниматься надо будет огурцами. Это огурцы собранные у меня, получается, девочки. Вот. Ну, вы видели уже. Уже миллион раз показывала. Здесь у меня насобировалось всё по пол ведра в основном. Ну, вот сейчас такая погода замечательная, видать. Огурцы растут. Коль. Три-четыре дня, вот, получается, я не собирала. Ой. Не пишите, что каждый день надо собирать. Каждый день я показывала, что там растёт каждый день. Ничего там не нарастало. Сейчас вот погода такая после дождя парит. Глядишь, быстрее нарастёт. Будет урожай. Кабачки тыквы растут, слава богу. Кабачки. Кабачки, девочки, наросли. Вот надо икрой как-то заняться. Не могу никак собраться. Всё некогда. То одно, то другое. В общем, это я собрала только здесь. Там две гряды в том доме. В доме два. Так что надо будет ещё туда идти собирать. Сварилась, девочки. У меня вареница. Его разложила по баночкам. Тут вот небольшой такой остаточек остался. Ой, две семьсот граммовых. Одна полулитровая. Одна вот такая. Четыреста, наверное, сколько грамм она? Четыреста восемьдесят. Свекрови я её сейчас унесу. Пойду собирать эти. Кто они называются? Огурцы собирать пойду. Тут помыла немножко вот перец. А сама думала, говорю, зачем я его нарвала? У меня банок трёхлитровых нету. Там немножко, вон, сколько она собирала. Даже молоко неча наливать, продавать. Вроде и возвращает банки, а всё равно. Так, ну что, пойду я к свекрови унесу, угощу её. Пусть попробует. Вкусная, девочки. Я попробовала такое вкусное. Оно так, ну что, загустеет. Будет вообще объедение. Собрала, девочки, огурцы собирать. Свекровь вон приходила. Я тебе баночку варенья, кстати, это. Яйца варила, варенье. Поставлю, ага. Потом, может, морс или так, в чаёчек или саладушками. С посмородинами есть я делала. Кого делала? С посмородиной ещё. С прошлогодней видел. А, варенье-то? Вот, да, я делала. А, ну всё, я пошла огурцы собирать тогда. А, огурчики, огурчики пособирать. Солнышко уже ярко светит. Уже теплее становится. Хорошо, я даже уже сняла пальтушку, потому что одевала пальтушку, прохладно было. Сейчас хорошо, замечательно. Урожай пойдём собирать. Насобирала, девочки, ведро огурцов и тележку травы. Телятом потом Даня заберёт. Огурчики, огурчики замечательные. Ну, правда, которые-то вот большие переростки, которые-то поменьше разные. В общем, которые куда пойдут? Какие-то на салатик. Сегодня я изрежу, чтобы два ведра получатся огурцов. Вот. Прополола немножко тут кое-что. Травы вообще вон, море, можно сказать. Я в огурцах огурцы собирала, и между делом травы рвала. Чуть-чуть трава растёт вообще на глазах. Помидоры вон зелёные, висят помидорки. Надо вот их собрать, потому что росы начнутся. Росы. Да утрами прохладно, а ночами холодно. Так что то, что есть, соберём. Вот такой небольшой рядочек у меня посажен. Посажен штук 15, наверное. Так что такой, девочки, урожай. Так, сейчас мы лук начнём чистить. Наготовила, девочки. Одно ведро огурчиков перемыла. Ой, сливу перемыла. Кулёчки сложила. Три кулёчка получилось. Это вот в морозилку на компот. Ещё тазичек варенья. Мешочек лука надо перечистить. Сейчас это на салат. Буду варить салат. Огурцы дольками. И ещё целый тазик у меня замоченный стоит. Так что вот так. Это ещё девочки матрейка спит. Время у нас уже с 20.11. И вон всё ещё парень спит. А я ещё ничего не сделала. Ничего не сделала. Вроде я огурцы собрала. И попололась немножко тут, там. И вот дома вообще ничего. Сейчас с Виталей рассуждам. Я говорю, ну завтра, наверное, денюжки пришли от государства по 10 тысяч на детей. Я говорю, может после обеда где отец приедет, вещи надо покупать. одеваться. Варенье-то убери тоже. Убирай себя. Варенье-то убери тоже. Кого? Чего-то не надо. Чего-то не надо. Нет, я не знаю. Потому что я уже всё, девочки, приземлилась. Сидеть мне уже сидеть хочется. Потому что ноги ломят вообще. Не буду говорить, откуда их ломит. Ходить вообще можно сказать вот так вот. Ой, вообще надо же. Чего-нибудь, да. То одно, то другое. Сейчас вроде силы немножко появились. Стало бодрее. Но опять вот стало ноги ломить. И живот сводит. С удорогой. Так что, свои плюсы, свои минусы. Уже вот за утро, считай, всё равно подустала маленько. У меня стирки перестирали. Сейчас стирка отстиралась. Надо сейчас лук дочистить, стирку развешать. Это всё вот. Так, Виталий, в морозилку убери, сына, пожалуйста. Вот это вот. Приготовить что-то на обед. Я думаю, что мы овощной работ сделаем. Да, Виталий? Или нет? Цена? Я не знаю. Ты знаешь? Так что. Так что надо готовить. Надо то, надо всё. Ладно, вот ещё ребёнок спит. Даёт делать. Так что. Чё говоришь ты? Закатала, девочки, две банки ассорти. Поставила варенье варить. Решила замесить тесто на оладушки. Матвейка выспался. Время уже без 10-12. Сына. Сейчас нажарим оладий. Огурцы начала резать. Так что. Работа кипит. Мама жарит оладушки. Да? Жарит мама оладушки. Целая горка. Ой. Я ещё до рогу, девочки, не добралась. Мне Виталий начистил целый поднос овощей. Ой. Картошка, кабачок. Морковку Виталий не почистил. Я уже развела по банкам варенье. Тут вот небольшой остаток остался. Компот сварила. Компот. Яблоки, девочки, закидала целыми прям. Яблочки и слива. Такой кисло-сладкий вкусный компотик. Сына, ты мешаешься. Ну-ка, баночки-то горячие. Я уже здесь развела банки. Мама составила. С двух тазичков у меня получились вот эти все баночки. Сынулька, это убирать всё будем. В голубец спускать. Всё в голубец спускать. Ой, знать-то меня уже штормит. Я уже хочу покушать немножко и прилечь. Отдохнуть. Потому что чё? С пяти часов я на ногах. Время уже, девочки, пол первого. Время летит вообще. Моментально. Ещё тазик огурцов мыть. Огурцы, я думаю, Даня помоет. Даня у нас ушёл заниматься своими делами. Не кричи. Телятам траву давать, поить. Виталя тоже помогает. Так что Марина помогала мыть баночки. Тут вот всё посуду лишнюю убирать. Так что делами занимаемся, продолжаем. Муж пришёл с работы. А обед не сварен. Девочки, мои силы на оладушках закончились. Так что Виталя теперь делает. Каша там. Мясо там ещё оставалось. Я только задремал, а минут 15, наверное, муж мне звонит. Ничего, я не замер. Не замер. Сейчас вот Виталя рагу приготовит, можно сказать. Нарежет, всё в казан бросит. Он уже, парень, луковку пожарил с помидоркой. Кусок мяса всё съел, я второй не смог съесть. Наелся. Мне два куска таких больших положил. Кого? Что-то свет. Понятно. Так что Даня мне перемыл огурцы. Да просто кваши я выпил всё. Ты мне принеси огурцы, там полный контейнер их. Где? В ванной. Он целый контейнер огурцов намыл. И мне надо заняться салатом, мне их надо перерезать все. Ну, так что, девочки, рагу у нас сегодня. Рагу, рагу. Такой вот контейнер. Ещё жопки обрезать, он жопки не обрезал. Да? Да. Ой, Матвейка зовёт меня уже, всё. Ой, арбузик. Пойдём. Кстати, надо нарезать, я тоже арбузик хочу. Спасибо. Так что, девочки, ещё огурцами надо заниматься. На всё надо силы. Вот так вот бывает порой. Силы иссякли мои. Бывает и не бывает. Ну-ка, что делать? Сейчас вот я жопки пообрезаю, потом начну в кастрюлю всё это изрезать. Лук надо будет. Лук-лучок надо будет нарезать. Так что, и плюс переварить, и по баночкам разложить. Наконец-то, девочки, последний огурец у меня тут остались, а кабаки уже, я их даже резать не буду. Всё, мне надоело. У меня уже почти полная кастрюля. Я в этот раз режу одна. Мне в прошлый раз Марина помогала. Виталий нам уже тут наготовил рагу. Ну, там немножко, немножко, меньше половины утушилось. Хотя столько нарезал, картошки и кабачков. Так что будем ужинать рагу. Дорежу сейчас огурчик. Поставлю варить. Не нашла я, девочки, всё ещё эту книгу свою, тетрадь, блокнот. У меня там записи были с рецептом. Делать буду так же на глаз. Всё. Соль, сахар по вкусу. Масло. Уксус 9% в конце приготовления. Ну и по баночкам. Имеется, девочки, у меня вот такая масочка. Пузырьковая тканевая маска для лица. Глубокое очищение. Бамбуковый уголь. Я уже хорошенько умылась. Ой, всё поубирала. Это ещё не конечный результат моей работы на сегодняшний вечер. На сегодняшний день, девочки. Вы со мной с самого утра. У меня сегодня утрешнее видео вышло. Сейчас получается дневной. Дневной вечер уже, девочки. Шестой час. Муж уехали. Ой, уехали с Матвейкой, с Даней косить. Вот. Я закончила. Закончила вот эту, в общем, работу, которую делала. И мне так захотелось маску сделать. Прямо она у меня из холодильника такая хорошая. Я хочу Пузырькову прям, чтобы почувствовать. Сделать масочку. Так что. Ну что у нас, девочки, нового? Что у нас новенького? Муж, девочки, сегодня у меня после работы заезжал, в общем, в администрацию. Когда-то давненько, когда-то давненько, он писал заявление. На, в общем, на проведение бесплатного газа. Оказывается, многодетным он проводится бесплатно. А я, девочки, на тот момент поторопилась, получается, когда-то, когда уже в апреле, что ли. Виталий, в апреле? Ага, мы видео смотрели тогда. Ну, в общем, заплатила 40 тысяч рублей. Ждала, когда мне сделают проект. Приезжал проектировщик тоже по весне. Потом муж туда съездил один раз. И получается, ну что? Что они сказали? Они сказали, вот-вот-вот, скоро-скоро. В общем, тянут резину. Ну, у меня тоже, как бы, получается, по финансам, по финансам я не торопилась. Могла, конечно, но не купила. Не купила, не торопилась проводить вот это все отопление. Надо это все уже начинать делать, конечно же. Пора. И как-то вернуть деньги, получается. 40 тысяч рублей. Не знаю, мы все собирались съездить. Ой, она уже пенится. Собирались съездить. И у нас то одно, то другое. То пятое, то десятое. То муж вот так приедет. Время уже вечер. До скольки они там работают? До четырех или до пяти? Не знаю, в общем. Так что надо когда-то собраться и съездить. Что они мне скажут? Ну, я думаю, ничего они мне скажут. Они должны мне вернуть мои деньги. Не звонят, ничего не говорят. Такие вот интересные. Это надо везде ходить и стучаться самим. Стучаться. Да стучишься. Нет. Потому что проекта все еще нет. С весны. Работами никто не занимается. Как они сказали, вы заплатите половину суммы, проект делается. Труба подводится. К дому. Ну, и там уже идут дальнейшие работы. Ну, тишина. Тишина. И могли бы позвонить, сказать, что проект готов. Нет. Это все надо только нам. Я и не суючусь, если честно. Так что. Ну, в конце концов придет, как говорится, время. Начну суетиться. Ой. Так что такие у нас дела, девчонки. Сейчас огурчики мои сварятся. Разложу по банкам. Еще кое-что поубирать. Стирки у меня сегодня, слава богу, закончились. Можно сказать. Там куча, куча полкорзины носков, наверное, осталось. Эти носки вообще откуда они только берутся. И куда они деваются, неизвестно. Море носков. Как-то их тоже надо перестирать. Ну, в общем. В общем, вот так. Я вам все рассказала. Ну, и на этом я с вами попрощаюсь, мои дорогие. Кто-то может зарядиться энергией. Захочет что-то сделать. Какие-то делишки. И я посижу побалдею. Время засекло. Минут 15 посижу. Потом умоюсь. Умоюсь. Виталий мне такой сейчас говорит. Мама, ты сейчас делаешь глубокое очищение. А там у меня сына. Какая маска еще увлажняющая? После этой маски еще другую. Я говорю, да ладно, уж одной хватит. Маска моя спузырилась. Все уже прям эффект чувствуется. Так что делайте масочки. Радуйте себя иногда. Что-то так захотелось. Я давненько маски не делала. Так что на этом я с вами попрощаюсь. Скажу вам огромное всем спасибо, что вы меня смотрите. Пишите мне комментарии. Огромное спасибо за ваши пожелания. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.